В Карагандинской области определили лучшую шахтерскую команду. Соревнования по действиям при ИЧС провел Арселор Миттл Тимиртау. На тренировочном полигоне собрались шахтеры и сотрудники предприятий, работающих на поверхности. Как проходили состязания, об этом в нашем следующем материале. В ходе состязания участники проверили свои теоретические знания, а также закрепили их на практике. Прошли три этапа. Преодоление препятствий, стесненной и задымленной ситуации, тушение пожара, разными средствами оказания доврачебной помощи пострадавшему. Здесь отрабатывается опытная сноровка. По словам участников, это помогает четко и слаженно действовать в реальных чрезвычайных происшествиях. Готовились, конечно, хорошо. На шахте готовились, потом на ВГСЧа тоже пару дней готовились. Так, подготовлены, хорошие. Насколько это важно для вас, что проводят такие соревнования? Ну, это, мне кажется, очень важно, потому что в шахте всякое бывает, происходит. Мы должны быть к этому готовы. Всего 14 команд, среди которых 8 подземных предприятий. Безопасность работников является одним из приоритетных направлений компании, отметили организаторы. Показать вовлеченность нашего персонала и посмотреть, как действительно в экстремальных ситуациях ведут себя люди. Именно от человека во многом зависит то, как будут развиваться какие-то нештатные ситуации. Подготовленность человека. Вот это задача охраны труда, именно работа с людьми. Работники шахты имени Костенко показали лучший результат на соревнованиях. А среди предприятий поверхности победу одержала команда угольного департамента. Всех победителей наградили дипломами и денежными призами. Альбина Кумаргалева, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Карагандинская область.